В конце февраля, начало марта, православные верующие традиционно отмечают праздник окончания зимы Масленица. Собственно, здесь, на Подлясе, была приглашена знаменитая актриса и певица из Москвы, пани Рома Единская-Альпер, со своим главным концертом. Очень приятно нам, что вы приехали в очередной раз к нам в Польшу, на Подлясе. И всех интересует вопрос, какова ваша роль, какова роль музыки в вашем жизни? Ну, для меня музыка, это, конечно, самое, наверное, кроме семьи, самое главное. Через музыку я разговариваю с людьми, я посылаю им те эмоции, те чувства, которые нам Бог дает. С помощью песен, каких-то музыки, танцев мы передаем это нашим зрителям и счастливы тем, что у нас есть такая возможность. Ваши первые шаги? Моя мама была модисткой, партихой я нашила наряды для женщин, и к ней приходили, к нам домой приходили, ну, клиентки к ней. И я выходила из соседней комнаты, объявляла песню, никого не спрашивая, хотят меня слушать или нет. Я объявляла песню и начинала петь. Естественно, всем это нравилось, все слушали, но это в крови, это как бы... Человек родился с этим. Паня Рома, скажите, как это все происходило? Ну, это происходило приблизительно вот так. Вот я открывала такие занавески и говорила, я тогда R-букву не выговаривала, и говорила так. Первым номером нашей программы песня «Ангара». И начинала петь. Веет свежестью ночь сибирская, собрались друзья у костра. Ты навеки мне стала близкою, величая Ангара. Это было примерно так. Песня «Ангара» Песня «Ангара» Я стараюсь работать много, хотя долгие годы пою профессионально и преподаю. И все равно для того, чтобы выйти на сцену, я очень серьезно готовлюсь к этому. Это очень кропотливая, это очень мучительная работа. Не надо думать, что вышел артист, вот он сам по себе от бога такой. Ничего подобного. Талант – это 30% успеха, остальное – это труд. Вы исполняете песни на разных языках, и по-русски, и по-польски, и по-испански, и по-английски, на всех языках мира. Можно так сказать. И романсы, и современные, и dance, и рок. Ваша любимая песня какая? Или тяжелый очень вопрос? Самая песня, очень много есть любимых песен, но я хочу сказать, что самая песня, которая на меня произвела такое впечатление, которая фантастическая, это «Woman in Love» – «Barbera Streisand». Лучше этой песни для меня, я, как бы, ну, есть много, может быть, «Queen», там есть шедевры, скажем, музыкальные, но «Barbera Streisand», «Woman in Love» – это шедевр для меня навсегда. Кусочек, кусочек, кусочек этой песенки, если помните. Душа есть, вот как бы дверца здесь. И вот, когда мы начинаем петь, эта дверка распахивается. И пошло, вот это пошло человеческое тепло. Это то, что в человеке есть, может быть, самое прекрасное, чем он хочет поделиться с другим человеком. И высказать свою боль, свое страдание, свою любовь к природе. Люди ведь пели не только, когда им хорошо. Пели, человек может от печали запеть, от какого-то безысходности. Вот он начинает петь, и он выпрямляется, он поднимается над какими-то проблемами, над какими-то неурядицами жизненными. Музыка. 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 Пани Рома, скажите, пожалуйста, ваши планы на будущее. Вы знаете, есть такая поговорка. Хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах. Потому что планы – это одно, а жизнь – это другое. Жизнь вносит свои коррективы. Я, конечно, хотела бы приехать в Варшаву. У меня много там друзей меня приглашают. А в Польше я хочу показать культуру российскую, русскую. И я надеюсь, что у нас какие-то проекты состоятся, и все телезрители смогут это увидеть. Спасибо вам большое за интервью, за то, что приехали к нам сюда, в Польшу сегодня. А я напомню, что у нас в гостях сегодня была известная актриса и певица из Москвы, в плане Рома Ядинская-Альпер. Спасибо большое. Всех с Масленицей. Счастья, всем здоровья и успехов.